Добрый день. Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Сема сегодняшнего вебинара – это новый релиз 1С ВМС «Функции и возможности». Напоминаем, что в конце вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы сможете найти на нашей страничке в YouTube или на сайтах axelot.ru и axelotlogistics.ru. Итак, мы начинаем. Ведущими вебинара будем мы, Дегтярев Антон и Крутиков Михаил. Сейчас мы расскажем вам о настройке системы под функционал небольшого склада с помощью обработки первоначального заполнения. Итак, представим, что у нас есть пример небольшого склада, который состоит из трех основных зон. Это зона хранения, представленная фронтальными палетными стеллажами, зона отбора коробок, которая расположена на первом ярусе данных стеллажей, и зона отбора штук, которая расположена на мезонине. Мезонин, соответственно, представлен полочными стеллажами. Товар туда перемещается через транзитную зону с использованием погрузчика. Сейчас мы быстро покажем, каким образом система настраивается под настройку основных бизнес-процессов, которые происходят на данном складе, и продемонстрируем вам это на примере. Для начала мы открываем обработку первоначального заполнения, которое расположено на вкладке «Администрирование». Эта обработка представляет из себя 12 шагов, с помощью которых мы настроим основные вещи, которые касаются логики славской работы. Первый шаг – это настройка единиц измерения. Здесь мы заполняем основные классы единиц, которые у нас будут использоваться при работе в системе. Для начала выберем единицы учета для упаковок товара. То есть, как вы видите, здесь есть предопределенный набор классов. Мы можем поставить галочки в соответствии с теми классами, которые мы будем использовать. Например, для упаковок у нас будут использоваться штуки и, собственно, упаковки. Масса будет измеряться в килограммах, длина будет измеряться в сантиметрах. Единица измерения объема у нас будет являться миллилитр. Как вы видите, мы создали вот эти единицы. У нас автоматом заполнились основные единицы измерения на форме внизу. Здесь мы можем выбрать единицу измерения объема. И, собственно, коэффициент пересчета объема у нас заполнится автоматически. Для того, чтобы просмотреть классификатор, можно нажать на команду «Создать прочие единицы измерения». Здесь мы увидим заполненный классификатор, где будут вот эти вот отмеченные классы. При необходимости можем создать новые классы, либо по команде подбора с классификатором добавить нужные нам объекты. Далее переходим на второй шаг. Второй шаг называется контейнером. В терминологии нашей системы контейнером является любой носитель товара, обладающий уникальным идентификатором. То есть контейнером может быть палета, контейнером может быть кора подбора, контейнером, собственно, может быть сам человек в тот момент, когда он выполняет какие-то технологические операции. Тип контейнера отвечает за его размер, за его вместимость в ячейку и за прочие параметры. Здесь также мы можем из шаблона выбрать основные типы контейнеров, которые используются в нашем складе. Ну, отметим европоддон ISO1, стандартный европалет, и финский палет ISO2. Далее мы можем нажать на команду «Создать прочие типы контейнеров» и создать, собственно, тип контейнера ячейкам, которые будут использоваться для ячейк мезонина, так как там будут зоны без отслеживания контейнеров. Вот, выберем новый вид контейнера, ячейка, и назовем его ячейками мезонина. Поставим размер 1 условная единица. Вот этот параметр, он отвечает, собственно, за соотношение размеров ячейки и контейнера. После этого вернемся обратно на форму обработки заполнения. Здесь мы можем поставить параметры, которые отвечают за логику работы с контейнерами. Первое – это ведение учета пустых контейнеров. То есть мы можем учитывать на остатках пустые палеты, соответственно, после того, как мы весь товар с контейнера отберем, у нас там будет числиться пустой контейнер в ячейке. Нам этот параметр в данном случае не нужен, мы его оставляем пустым. Следом флаг, который отвечает за учет возвратной тары. В данном случае мы можем отметить тот или иной контейнер как возвратную тару, и, соответственно, система будет формировать движение возвратной тары, что позволит нам увидеть аналитику по возвратной таре по клиентам. Также можно поставить флаг, который будет отвечать за учет свободной тары. Вот под свободной тарой также могут подразумеваться различные типы контейнеров. И последний параметр – это на складе ведется работа с грузовыми местами без указания состава. При установке этого параметра мы сможем пользоваться рабочим местом транзитных грузов, который, собственно, отвечает за приемку и отгрузку грузовых мест без фиксации товарного состава. Здесь мы тоже пропускаем этот пункт, переходим дальше. Третий тип, третий шаг, точнее, он предназначен для указания основных типов ячеек. Здесь мы можем выбрать предопределенные типы, но в дальнейшем никто не мешает нам эти типы отредактировать либо создать какие-то свои собственные. Создадим базовый тип ячейка грузового стеллажа, предназначенная для одного палета места, с учетом того, что это палета евро. Также создадим ячейку полочного стеллажа. Если мы нажмем на команду «Создать прочие типы ячеек», мы, собственно, увидим, как вот эти два типа, уже созданные, находятся в справочнике типа ячеек. Если мы их откроем, мы увидим, что по умолчанию у них заполнились весогабаритные характеристики, по, соответственно, характеристике стандартной европалета. Размер по умолчанию одна условная единица. Ну и ячейка полочного стеллажа. Также у нее по умолчанию размер 50 на 50 на 50. Ну, в нашем случае оставим это без изменения. Поменяем только размер, потому что контейнер у нас тоже обладает одной условной единицей. Перейдем дальше. Следующий пункт, он, собственно, предназначен для настройки правил совместимости товара в зоне. То есть раньше у нас по умолчанию было в системе только одно правило «любой товар», которое, собственно, позволяло смешивать все, что угодно, в ячейках данной зоны. Теперь мы можем автоматически вот с помощью вот этого рабочего первоначального заполнения создать набор правил. То есть выделяя вот эти параметры и при переходе, собственно, по команде «далее», система сама будет создавать вот эти вот правила. Ну, давайте посмотрим, как это будет работать. Выберем правило «только одна номенклатура», «запрещено хранение различных партий и статусов». Вот это правило будем использовать на мезонине. Запрещено совместное хранение товаров различных поколожидателей в ячейке, не более пяти товаров. Но в данном случае тоже выделим это правило, будем использовать его в зоне отбора среднего товара. И, собственно, любой товар, оно у нас также по умолчанию будет присутствовать. Если нажмем на ссылку «Создать и настроить прочие правила совместимости», мы увидим созданные правила. Давайте сейчас их посмотрим и проанализируем. Это изначальное правило «любой товар». Здесь у нас отсутствуют какие-либо настройки. Количество товаров, оно ограничено тысячей. Только один товар запрещено хранение партий и статусов. Как видим, автоматом заполнились поля на вкладке, где мы настраиваем запрещение для совместного хранения товаров с различными характеристиками. То есть видите, у нас номенклатура различная, партия различная, статус различный, количество различных товаров один. С вот этим вот правилом, указанным в зоне, мы сможем размещать и хранить в ячейке только товар с одной номенклатурой, одной партией, одним статусом. Третье правило – это, собственно, запрет на совместное хранение товаров различных поколожидателей, не более пяти товаров. То есть вот оно с автоматом установилось количество различных товаров, равное пяти, и номенклатура поколожидателей, правила различные. То есть, как вы видите, процесс создания правил смешения, он стал куда проще. Можно создать вот эти вот правила по шаблону, затем отредактировать их вручную уже под какую-то свою специфику. Перейдем на пятый шаг. Пятый шаг предназначен у нас для генерации структуры склада. Вот этот процесс тоже сильно упрощен по сравнению с предыдущими релизами. Здесь мы можем выбрать примерный план склада и систему с генеритным набором основных зон и правил перемещения между ними. То есть наш пример, собственно, он похож на вот эту вот картинку. То есть это отбор и хранение коробок. Пятый шаг предназначен для настройки генерации структуры склада. То есть здесь мы можем выбрать одну из четырех картинок, которая будет соответствовать нашему условному зонированию. Нашему примеру соответствует вот эта вот картинка. То есть здесь у нас зона для хранения отбора коробок, мезонин для отбора штук, зона упаковки, зона приемки и отгрузки. Выделяем вот эту вот зону. И если мы сейчас нажмем на команду «Создать у нас строить зоны склада», мы увидим автоматически сгенерированную топологию. Зона лифта – это транзитная зона, которая предназначена у нас для транспортировки товара на мезонин и с мезонином. Мезонин в данном случае по умолчанию создается двухэтажный. То есть есть две зоны – отбор штук первый этаж, отбор штук второй этаж. Тип зоны – отбор мелкого товара. Зона лифт – это зона с типом транзитная зона, по умолчанию здесь напольный тип стеллажей. Зона основного хранения представлена двумя зонами – это зона хранения с типом хранения контейнеров. И зона отбор коробок с типом отбор среднего товара. То есть, как видите, наша типовая топология, о которой я говорил в начале вебинара, она создается буквально одним кликом мышки. Зона экспедиции включает в себя три зоны – отгрузка, приемка и упаковка. Вернемся назад и перейдем к следующему шагу. Следующий шаг, собственно, предназначен для настройки транзитных зон и для создания ячеек склада. То есть непосредственно генерация ячеек, просмотра структуры и назначение рейтинга. Так как наша выбираемая топология уже включала вся транзитная зона, то и список транзитных зон заполнился у нас автоматически. В данном случае у нас используется зона лифта для перемещения товара на второй этаж и для отбора со второго этажа. Можем просмотреть две схемы. Таким вот образом они у нас выглядят. То есть все потоки с первого этажа через лифт перемещаются на второй этаж, и обратная схема – это отбор со второго этажа, она выглядит таким образом. Схемы уже занесены в базу, мы при желании можем их отредактировать либо каким-то образом дополнить. Следующим пунктом у нас является, собственно, генерация топологии. Давайте создадим по нескольку стеллажей и проездов в каждой зоне с помощью обработки генерации топологии. Создание происходит последовательно для зон. В принципе, можно создать некий шаблон, например, для зоны основного хранения, а потом ячейки первого яруса перенести в отдельную зону. Так и поступим. Убираем зону основного хранения, тип ячейки – это будет ячейка грузового стеллажа, статус ячейки по умолчанию доступна. Здесь мы можем добавить префиксы и суффиксы, которые будут добавляться к наименованию ячейки. Далее выбираем помещение. В нашем случае помещение не используется, оно у нас одно, поэтому этот пункт пропустим. Выбираем проезды. Здесь мы можем выбрать тип нумерации, алфавитно-цифровая, либо числовая. Оставим числовую. Создадим два проезда. Нумерация от одного до двух. В качестве разделителя выберем дефис. Здесь мы можем выбрать одну из картинок, которые соответствуют реальному расположению проездов на нашем складе. И, собственно, то, что мы считаем за проездами. То есть проездом может считаться каждая нитка стеллажей, проездом может считаться их пара. Выберем вот такой вот вариант и выберем расположение первой линии. В данном случае она может быть либо такая, либо такая. Следующим шагом у нас является создание стеллажей. Здесь мы указываем непосредственно количество стеллажей в каждом проезде. Пускай у нас будет по три стеллажа. Также выбираем матрицу, точнее, перечень номеров от одного до трех и выбираем разделитель дефис. Ниже порядок нумерации, то есть это та логика, в соответствии с которой мы будем нумеровать расположение стеллажей внутри проезда. Она может быть зигзагообразная, может быть вот такая, может быть просто последовательная. Оставим первый вариант. Далее создаем ярусы. Давайте у нас будет пять ярусов, первый из которых мы отнесем в зону отбора. Для создания пяти ярусов также указываем диапазон от одного до пяти. Выбираем разделитель. Следующим шагом является создание позиций. Позиция – это непосредственно по летоместам. У нас стандартный стеллаж, в каждом стеллаже по три позиции. Укажем эти значения. При нажатии на кнопку «Готово» у нас запускается фоновое задание, которое, собственно, начинает генерировать топологию. Раньше это выполнялось на клиенте, теперь генерация осуществляется фоновым заданием, что, в принципе, ускоряет процесс. Если больше ничего нам генерить не нужно, мы нажимаем на кнопку «Закрыть», но мы еще создадим ячейки для мезонина. Также выберем зону. Это будет отбор штук «Первый этаж». Тип ячейки у него будет ячейка полочного стеллажа. Контейнер – это он создался тоже у нас. Это будет контейнер с типом ячейки полочного стеллажа. Помещение не используем. Создадим здесь, давайте, по одному проезду. В каждом проезде будет по два стеллажа. Ну, а в каждом стеллаже будет по четыре ячейки. Это будут полки. Также три позиции. Нажимаем «Готово». У нас генерится топология для... ...другого стеллажа. В данном случае нам нужно добавить какой-нибудь префикс, потому что у нас этот штрих-код уже присвоен в другой ячейке. Давайте добавим префикс «Мезонин». Например, вот таким вот образом. Или «FL1», чтобы мы понимали, что это отбор штук «Первый этаж». Повторим процедуру. И ячейки будут созданы. Создание ячейк завершено. Аналогичным образом повторим процедуру для ячеек, которые находятся в зоне отбора штук «Первый этаж». Позже добавим префикс, чтобы они отличались. Потому что код ячейки, он должен быть уникален в пределах склада. Эти настройки оставим такие же. То есть структура такая же. У нас будет один проезд. В каждом проезде по два стеллажа, четыре яруса и три позиции. Началось создание ячеек. Готово. Если все готово, нажимаем «Закрыть». Далее мы сможем просмотреть созданную структуру склада с помощью, собственно, изка ячеек. Здесь мы видим, что у нас все создалось. Зона основного хранения. Нам сейчас нужно ячейки перекинуть в соответствии с их назначением. Отфильтруем этот список. Оставим здесь ячейки первого яруса. Сделаем так вот фильтр. Ярус равно один. И по команде «Изменить выделенные» перенесем их в зону отбор коробок. Уберем настройки списком. И остальные ячейки перекинем в зону хранения. Поставим здесь нужные значения. И изменим их. Собственно, готово. Дальше мы можем вручную создать ячейки в зоне экспедиции. Допустим, у нас будут одни ворота отгрузки. И одни ворота приемки. Здесь мы забыли создать тип ячейки, который нам нужен. Поэтому вернемся назад и создадим еще ячейку для напольного хранения. Вот напольная ячейка. Напольная ячейка у ворот. Сейчас у нас создастся новый тип. Это будет безразмерная ячейка, которую мы как раз будем использовать для ячейки хранения. Для ячейки приемки. Так, создаем. Выбираем напольную ячейку ворот. То есть, как видите, это ячейка, у которой отключены контроли по вместимости и по грузоподъемности. Это безразмерная ячейка. Назовем ее док1. Сделаем ей одноименный штрих-код. В ячейке приемка, в зоне приемка, точнее, создадим ячейку док2. Это будут вторые ворота, предназначенные для приемки. Выберем такой же тип ячейки. Напольная ячейка у ворот. Сейчас мы создадим одну ячейку в зоне упаковки. Пускай она будет называться pack01. Она будет тоже безразмерная ячейка. Выберем ей такой же тип. Собственно, создание ячеек у нас завершено. Можем просмотреть план склада. Это удобная обработка, которая позволяет визуализировать нашу топологию и увидеть то, каким образом она у нас выглядит. Посмотрим отдельно по зонам. Сначала посмотрим по зоне основного хранения. Сделаем такой вот фильтр зоны в группе, основное хранение. Продолжим настройку нашего примера и создадим, собственно, сами ячейки, которые будут располагаться в наших зонах. Для этого перейдем по ссылке генерация топология и увидим открывшуюся обработку генерации топологии склада. Здесь мы выбираем последовательно зоны и создаем у них ячейки. Выполним эту операцию для наших четырех основных зон. Давайте начнем с зоны отбор коробок, которые находятся у нас в основном помещении. Выбираем здесь тип ячейки, ячейка грузового стеллажа. По умолчанию статус ячейки доступен. И переходим далее. На следующем шаге мы выбираем помещение. У нас будет использоваться три помещения. Первое помещение – это зона основного хранения, где, собственно, зона хранения коробов и зона их отбора. И два помещения мезонина – первый этаж и второй этаж. Выберем здесь помещение номер один. Укажем в качестве разделителя дефис. Далее будем создавать проезды. Допустим, у нас в этой зоне расположено три проезда. Выбираем дефис в качестве разделителя и выбираем тип проезда. Под типом проезда можно подразумевать либо каждую линию стеллажей, либо две линии стеллажей и, соответственно, расстояние между ними. Выберем второй вариант и выберем расположение первой линии. Допустим, у нас первая линия будет отдельно стоящая. Далее на следующем шаге настраиваем количество стеллажей в проезде. Давайте у нас в каждом проезде будет располагаться по пять стеллажей. Указываем эти параметры в нумерации и также выбираем разделитель. Вот внизу мы можем настроить порядок нумерации, то есть это та логика, по которой у нас будут нумероваться стеллажи в рамках проезда. Здесь вот схематично отображены стрелочками, собственно, порядок нумерации, как он может быть, то есть вот такой вот зигзагообразный, либо просто последовательный. Выберем первый вариант, то есть нумерация стеллажей у нас будет всегда от начала проезда. Далее настроим ярусы. Так как мы сейчас создаем ячейки для зоны отбора коробок, у нас будет только первый ярус, поэтому укажем от одного до одного. В качестве разделителя также выберем дефис. Следующим шагом настроим количество позиций. У нас стандартные стеллажи, которые вмещают все три палета местом. Поэтому в каждом стеллаже у нас будет от одной до трех позиций. И выбираем разделитель. Даже далее нажимаем на кнопку «Готово». У нас запускается фоновое задание по генерации ячеек. Вот оно у нас завершилось, и мы можем создать ячейки, собственно, следующей зоны. Что и сделаем. Выберем зону хранения. Вот эти параметры оставляем такие же, то есть это тоже помещения, те же проезды, те же стеллажи, только ярусы будут со второго по пятый. Количество позиций остается таким же. Нажимаем на кнопку «Готово». Так, создание ячеек фронтальных палетных стеллажей у нас завершено. Перейдем к мезонину. Вернемся назад в наш обработчик. И выберем зону мезонин первый этаж. Так как у нас данная зона является зоной с полочными стеллажами без отслеживания контейнеров, у нас добавляется сюда еще ссылка на параметр «тип контейнера». Тут мы выбираем тип контейнера, который у нас будет соответствовать ячейке вот этого стеллажа. То есть это будет виртуальный контейнер, в котором у нас будет храниться товар. В качестве типа ячейки мы выбираем ячейку полочного стеллажа. Статус ячейки доступно. Переходим далее. Вот это у нас будет второе помещение. То есть это зона мезонина первого этажа. Создадим здесь два проезда. Тип проезда расположения первой линии оставляем такими же. И создадим в каждом проезде по четыре стеллажа. В каждом стеллаже у нас будет располагаться три яруса. Поэтому сделаем нумерацию от одного до трех. И также в каждом стеллаже у нас располагаются три позиции. Нажимаем на кнопку «Готово». Создаются ячейки. Ну, напоследок создадим с помощью обработки ячейки, которые находятся у нас на втором этаже мезонина. Это будет у нас третье помещение. Остальные параметры остаются такими же. Количество проездов, количество стеллажей, количество ярусов, количество позиций, оно остается исходным. Запускаем генерацию топологии. Все ячейки созданы. Далее можем перейти по ссылке «Просмотр структуры склада». Собственно, попадаем в справочник ячейки и видим, как здесь все создано. Вот, просмотрим ячейку. Все параметры заполнили в соответствии с тем, что мы указывали в обработке. Тип ячейка полочного стеллажа и ссылки на соответствующие проезды и стеллажи. Далее вручную создадим остальные ячейки. Это будет, собственно, ячейка лифта, ячейка приемки, ячейка отгрузки, ячейка упаковки. Ячейки приемки и отгрузки физически будут представлять собой зону перед воротами, ну и, соответственно, некое пространство перед лифтом. Выбираем тип напольной ячейки у ворот. Назовем ее, ну давайте, по-русски, чтобы было понятно. Такой же штрих-код. Далее перейдем в группу «Экспедиция». Здесь у нас отгрузка, док-1, приемка и упаковка. Ну, создаем их таким же образом. Далее мы можем с помощью обработки план-складом, собственно, посмотреть, что у нас получилось. Ну, сформируем это последовательно по зонам для того, чтобы было более наглядным. У нас будет зона, например, отбор штук первый этаж. Нажимаем «Сформировать схему складом». И видим, как у нас, собственно, все получилось. То есть два проезда. Проезд-1, проезд-2. В каждом проезде по 4 стеллажа. Если вот сюда вот щелкнем, у нас откроется вид проезда фронтальный, как бы уже спереди. То есть мы видим, что в каждом стеллаже у нас находятся три яруса и три позиции. Вот, если бы у нас здесь были остатки, то, собственно, при выделении некой ячейки мы бы вот в этом нижнем окне получили бы информацию по остаткам. Так как остатков нет, мы ничего не видим. Можно аналогичным образом посмотреть какую-нибудь другую зону, например, зона хранения. Формируем схему складом. Вот здесь видим уже, собственно, наши фронтальные стеллажи. Три проезда. Нарисованы они в соответствии с тем расположением проездов, которые мы выбирали. То есть первая линия у нас отдельно стоящая. И две линии сопряженные. Выбираем. Видим, как она у нас здесь все выглядит. Так, перейдем дальше. Здесь следующим пунктом мы, собственно, настроим порядок обхода ячеек в наших зонах. Эта обработка позволяет настроить некоторое количество рейтингов. Собственно, у нас есть пять видов рейтингов. Это последовательность размещения, последовательность обхода при размещении, обход при отборе, обход при инвентаризации. Ну и с помощью нее мы также можем настроить контрольные числа. Контрольные числа мы настраивать не будем, они используются обычно при работе с голосовыми технологиями. Настроим последовательность размещения. Вот здесь вот у нас конструктор, с помощью которого мы настраиваем те ячейки, по которым мы будем производить настройку. Например, добавим сюда зону отбора, отбор коробок. Вот здесь мы настраиваем последовательность, по которой у нас осуществляется сортировка. То есть у нас будет идти по умолчанию сортировка по возрастанию кода проездом, кода стеллажа, кода яруса и кода позиции. Выберем здесь начальный рейтинг единица, интервал единица. При нажатии на кнопку «Заполнить» у нас заполняется эта нижняя табличная часть, куда добавляются все ячейки, которые удовлетворяют этому выбранному критерию. Вот я вам сейчас покажу пример этой настройки, собственно, на зоне отбора коробок. После того, как мы добавили ячейки и настроили, собственно, логику, по которой мы будем их сортировать, нажимаем на кнопку «Сортировать». Видим, как у нас расположились наши рейтинги, то есть по возрастанию кодов в соответствии с вот этим вот принципом. Нажимаем на кнопочку «Записать» и у нас в каждой ячейке заполняется соответствующий реквизит. Если перейдем в ячейку, на вкладке «Параметры операции» мы увидим заполнившуюся последовательность при размещении. Далее можем также выбрать какой-нибудь другой рейтинг, то есть это будет обход. Аналогичным образом нажимаем на «Сортировку» и «Записать». Таким же образом настроим последовательность обхода при отборе и при инвентаризации. И последняя, так же. Все. Сейчас, если мы откроем какую-нибудь ячейку, увидим на вкладке «Параметры операции» все заполненные рейтинги. Они у нас будут использоваться при, собственно, сортировке задач в рабочих потоках и последовательность размещения будет использоваться у нас так же при планировании. Собственно, ну, я думаю, что понятно, как это обработка и пользоваться. Другие зоны настраивать не буду, перейдем дальше. Здесь мы можем указать примерное количество пользователей системы, национальных и TSD. То есть вот этот параметр, он, по сути, будет отвечать за то количество потоков планирования, которые в системе будут создаваться. Вот. Оно зависит от примерно плановой нагрузки на систему. Ну, например, оставим его меньше 20. Будет, по-моему, один поток. Следующая вкладка, она предназначена для общих настроек приемки. То есть если раньше на предыдущих релизах все вот эти настройки, они были доступны только, собственно, из основной формы настройки складом, то сейчас они все вынесены в общей настройке. То есть на стадии первоначального заполнения мы можем создать и настроить практически все, что нам пригодится впоследствии. Начинаем с источников поступления. По умолчанию у нас есть пять предопределенных источников. При необходимости мы можем их отредактировать либо создать. Вот. Источник поступления – это, по сути, вид документа, по которому мы можем понять, откуда это поступление производится. Далее вот эти вот три пункта, они касаются у нас логики приемки. То есть первая галочка – это использователь у нас предварительная приемка. Предварительная приемка – это пересчет идентификации грузовых мест без анализа их состава. Данный процесс используется, когда нам нужно, например, быстро отпустить машину с ворот. Мы принимаем контейнеры по количеству грузовых мест, а дальше уже отдельно производим приемку с пересчетом их товарного состава. Вот. Ну, допустим, у нас будет использоваться предварительная приемка, поэтому поставим здесь соответствующую галочку. Второй пункт – используется ли приемка товара под заказ, кроссдокинг. В данном случае мы ее ставить не будем. Третий – это используется приемка из производства. Приемка из производства у нас используется, когда мы работаем с производственными линиями. То есть мы используем структурный штрих-код. Мы понимаем из этого структурного штрих-кода всю информацию о содержащемся в составе контейнера, количестве, партии, сроке годности и так далее. То есть данный структурный штрих-код, он настраивается пользователем, может содержать себе всю необходимую информацию. Далее мы настраиваем разрешение либо запрет приемки сверхплана. То есть вот эти вот настройки, они у нас могут быть как глобальные, так и определяться на уровне стадии. Допустим, приемку сверхплана мы разрешим. Следом разрешение на приемку просроченного товара. Здесь аналогичная логика. Мы можем это разрешить либо запретить глобально, либо указывать в конкретных стадиях. Допустим, тоже разрешим приемку просроченного товара. Следующий пункт – это логика, по которой фиксируется расхождение при контроле приемки. То есть тут есть два принципа. Мы расхождение можем фиксировать как недопоставку, то есть недопоставка в разрезе ожидаемой приемки. Либо второй пункт, что у нас расхождение при контроле фиксируется как расхождение по складу. То есть как потеря товара на складе, и, соответственно, она будет у нас в расхождениях учитываться. Вот мы выберем первый пункт, то есть если при контроле что-то не найдено, у нас будет фиксироваться как расхождение по ожидаемой приемке. Переходим на восьмой шаг. Восьмой шаг у нас тоже представляет настройки приемки, собственно, вторая часть. Здесь мы указываем правила сортировки товара по контейнерам при приемке на склад. У нас есть возможность в стадии указывать правила сортировки при приемке. И этот функционал позволяет нам на стадии приемки, собственно, подбирать оптимальный контейнер при раскладке товара. То есть пользователь вводит штрих-код контейнера не до выполнения приемки, а после. Причем система сама подбирает оптимальный контейнер. Здесь мы можем вот эти правила настроить, опять же, путем выделения вот этих вот пунктов. Сейчас покажу, как это выглядит. Например, мы хотим, чтобы у нас на одном контейнере располагалась только номенклатура с одной моделью учета. В нашем случае это особенно актуально, потому что у нас три как бы основных помещения. И мы, например, хотим, чтобы у нас товар, который будет размещаться на мезонин, на второй этаж, штучный, он, собственно, формировался бы на стадии приемки на одном контейнере. То есть нам будет неудобно делать какие-то миксованные контейнеры, которые бы сначала шли на один этаж, потом шли на другой этаж. Например, поставим здесь флажочек номенклатуры с одинаковой моделью учета. Если перейдем по ссылке «Настроить, создать прочие правила сортировки», мы увидим созданное правило. В принципе, можем по аналогии создать какое-то другое, либо отредактировать текущее. Здесь логика такая, по аналогии с правилами для зон. Запрещена приемка товара с различающимися характеристиками. Ну, а тут мы ставим, собственно, те характеристики, которые у нас не должны отличаться на одном контейнере при приемке. Это будет номенклатура моделью учета. Здесь мы можем дополнительно указать количество различных товаров, которые должны быть на этом контейнере. По умолчанию оно 100, ну, оставим 100, потому что, в принципе, это достаточно. На девятом шаге мы поступаем к настройке стадии приемки. Стадии приемки предназначены для более детальной настройки процессов, происходящих на слайде. И мы эти стадии можем привязывать к различным контрагентам. То бишь, каждый контрагент может приниматься по своей стадии. На уровне стадии мы настраиваем перечень тех технологических операций, которые осуществляются с товаром при приемке по данной стадии. Выберем базовую стадию, которая здесь изображена, и укажем, что у нас будет осуществляться предварительная приемка и приемка, собственно, окончательная, то есть пересчет товара. При выделении какого-то элемента блок-схемы мы можем выполнить более детальные настройки. Здесь мы указываем, например, зону, в которой осуществляется предварительная приемка. Как видите, она заполняется по умолчанию, так как это единственная зона приемки, которая сейчас присутствует. При выборе элемента блок-схемы приемки товара мы также можем настроить зону, приемка смерть ожидаемого, приемка просроченного у нас, соответственно, разрешена и запрещена, так как мы до этого в глобальных настройках выбрали соответствующие параметры. Далее мы можем настроить, собственно, правила сортировки при приемке. Это одно из тех правил, которые мы создавали на одном из предыдущих шагов. Укажем, что у нас по данной стадии правила сортировки будут иммунплатуры с одинаковой моделью учета. Далее следующий реквизит – это запрет на нескольких активных приемах. Разумевается, что в один момент времени с одной ожидаемой приемкой у нас может быть связана только одна приемка в статусе выполнения. Вот, ну, можем этот параметр не трогать. Следующий функт – не контролировать дату производства. Он отвечает за то, проверяем ли мы то, что товар произведен в настоящем, либо же можем разрешить принимать товар в будущем. Товар, произведенный в будущем, ну, такое бывает на производственных складах. Если мы поставим вот это разрешение, то у нас дата производства контролироваться не будет. Ну, следующий флаг, он отвечает за то, будет ли у нас запрашиваться партия. Там укажем запрос партии, так как подразумевается, что у нас товар будет учитываться по партиям и срокам годности. Далее можно указать необходимость выполнения запросов на серийный номер, печатать этикетки принятых контейнеров, этикетки на каждую единицу товара, печать этикеток на каждую упаковку товара. То есть, от этого будет зависеть логика маркировки. Так, ну, здесь основные параметры мы заполнили, перейдем на следующую вкладку. Десятый шаг, он предназначен для настройки основных параметров отгрузки. То есть, здесь логика такая же. Мы сначала настраиваем глобальные константы, потом переходим к более детальной настройке стадии. Вот, первое, что мы можем настроить, это указать направление отгрузки. Ну, по аналогии с источниками поступления, направление отгрузки – это, по сути, битвы документов, с помощью которых мы можем отличать заказы, например, самовывозом, отгрузка клиентов, возврата и так далее. Мы можем эти направления редактировать, можем создавать новые. Следующие три пункта, они предназначены для включения той или иной технологии работы на складе. Первое – это группировка заказов в волны. Волна – это совокупность заказов в набор, которые должны быть обработаны к некоему общему моменту времени. Если мы ставим здесь галочку, у нас, соответственно, включается функционал, который подразумевает работу с документами под названием «Волна» и автоматическую группировку по какому-то правилу. Второй параметр – используются рейсы. Он, соответственно, включает использование рейсов. Рейс представляет из себя документ, который включает набор заказов на отгрузку, который будет отгружен в едином транспортном средстве. Заказ может одновременно входить как в волну, так и в рейс. В данном случае также, когда мы это включим, можно будет настраивать правила сгруппировки для рейсов на стороне ВМС. Либо же рейсы будут сгруппироваться в другой системе. Допустим, включим рейс. Следующий параметр предназначен для включения возможности работы с таким документом, как группа отбора. Группа отбора – это документ, который предназначен для совокупного отбора потребности товара под несколько заказов с последующей сортировкой. Используется это в тех случаях, когда высокая пересекаемость по заказам, и с точки зрения технологии складской проще выполнить отбор товара под несколько заказов, а затем произвести сортировку в выделенной зоне. В данном случае у нас заказы консолидируются группам, отбор выполняется по группам, затем идет процесс сортировки. Если мы этот параметр включаем, у нас возникает активное поле, это выбор зоны сортировки, которая будет производиться. Мы его ставить не будем. Следующий пункт используется – пластерный отбор. Пластерный отбор – это тоже такая технология отбора, в процессе которой товар сортируется по нескольким заказам, причем сортировка выполняется непосредственно в момент сборки. То есть сотрудник отбирает одновременно товары по нескольких заказах и раскладывает их по разным коробам отбора, которые расположены у него на полете, либо по разным сложным тележкам, если используется какая-то тележка отбора. Далее, соответственно, параметр отвечает за проведение автоматической группировки заказов на отгрузку. Соответственно, группировка в волну, рейс или в группу отбора. Есть два момента, когда у нас может возникать необходимость в группировке заказов. Это при его создании с перезаписи, либо при переводе заказа к выполнению. В зависимости от этого заказ будет добавляться в группу либо в один, либо в другой момент. Выберем перезаписи. Далее, так как у нас включено использование рейсов, мы можем настроить правила группировки в рейсах. Вот у нас есть одно предопределенное правило группировки, одна и та же стадия отгрузки, один и тот же маршрут. По умолчанию у нас создастся такое правило группировки, мы его сможем отредактировать. Давайте создадим и, перейдя по ссылке, проверим, как оно выглядит. Посмотрим, как мы его можем изменить, либо дополнить. Вот, собственно, при переходе по ссылке у нас записывается вот это правило, можем ее посмотреть. Вот, то есть здесь у нас стоит галочка «Создавать новый документ, если не найдем подходящий». Логика такая, что мы пытаемся сначала подобрать какой-то рейс, куда мы можем закинуть этот заказ, если мы его не находим, мы создаем новый. В правилах поиска описывается логика поиска подходящего рейса. То есть это, собственно, соотношение дат плана отгрузки заказа и рейса, равенство стадии отгрузки заказа и рейса, равенство маршрутов. Правила сортировки. На данной вкладке описываются правила сортировки рейсов, если при поиске у нас найдено больше одного рейса. То есть сортировка по умолчанию произведется по плановой дате отгрузки и по дате создания самого рейса. В правилах создания мы описываем логику переноса объектов из реквизит объекта получателя в реквизит объекта источника. То есть здесь у нас указано, что мы маршрутом, значением реквизита маршрута заказа заполняем соответствующий реквизит в рейсе. Соответственно, мы можем с помощью этого конструктора такие базовые правила создать, посмотреть логику, по которой они создаются и потом как-то их изменить. Закроем правила группировки, перейдем на следующий шаг. Значит, одиннадцатый шаг, он предназначен для завершения, так сказать, общей настройки отгрузки. Это и вторая часть. Здесь мы можем указать правила автоматической передачи заказа в отбор. Например, базовое правило передачи в отбор каждые пять минут. Передача в отбор, она, в принципе, у нас ущеряется двумя механизмами, точнее даже тремя. То есть первая самая простая – это ручная передача в отбор, вторая – это передача в отбор с помощью соответствующих словских событий, и третья – это, собственно, использование правил передачи в отбор. Давайте создадим одно из правил, также посмотрим, как оно будет выглядеть. В дальнейшем вот эти правила, они также выбираются в стадиях отгрузки. Здесь логика такая, что мы каждые пять минут осуществляем передачу в отбор заказов на отгрузку, которые, собственно, у нас сортированы по вот этим вот критериям. Типом документа может являться также и рейс. То есть мы можем передавать в отбор рейса, можем передавать в отбор заказов. Далее, вот этот пункт, он касается того, под что резервируется мастер-контейнер, в который осуществляется консолидация. То есть они могут резервироваться в рейс, и они могут резервироваться под заказ на отгрузку. То есть исходя из вот этого параметра определяется тип документа привязки у мастер-контейнера. Но оставим резервирование под рейс. То есть подразумевается, что мы в одном мастер-контейнере можем консолидировать заказы разные, которые у нас уедут в одном рейсе. Здесь также укажем разрешенную обгрузку сверхплана. Ну, давайте выберем, на этот раз определяется в документе для того, чтобы потом в стадии параметров редактировать. Далее можем настроить правила укладки и правила упаковки. Правила укладки, они предназначены, собственно, для распределения задач контейнера на этапе планирования. Ну, сейчас мы правила укладки более детально создавать не будем. Для того, чтобы этот функционал работал, нужно настроить по размеру упаковок. И, собственно, сами правила. Они создаются по этой ссылке. Это аналогично. Отсюда мы можем создать правила упаковки, правила подготовки контейнера под клиента. Это также потом в стадии губерации. Следующий шаг, 12-й, он предназначен для расчета контрольного времени. Сейчас вкратце запишу общий санкционал контрольного времени, и мы потом перейдем к настройкам. Эта система на основе статистики позволяет определить длительность тех или иных технологических операций. И, исходя из накопленных данных, мы понимаем, что, например, среднее время подготовки заказа с одной строкой занимает такое-то количество времени. Исходя из этого, зная дату отгрузки заказа, мы понимаем, когда мы этот заказ должны пустить в отбор, к примеру, чтобы он у нас был собран к нужному времени. На уровне складских событий мы также их настраиваем, чтобы у нас исходным действием было истечение второй или иного вида контрольного времени. На этом шаге мы настраиваем логику расчета этого самого контрольного времени. То есть это период сбора статистики, 30 дней по умолчанию. Мы можем отсюда настроить начальное значение, то есть до тех пор, пока у нас накопленной статистики нет, мы можем указать среднее время планирования, среднее время отбора, время упаковки и так далее. Вот здесь мы рассчитываем, собственно, логику расчета объема, количество строк, количество массы объема. То есть тот критерий, из которого мы, по сути, будем определять планирование длительности для обработки заказа. Далее, собственно, момент, когда мы рассчитываем на контрольное время, либо при записи, либо при планировании ворот, либо при передаче выполнения. То есть когда мы заказ запишем, у нас на вкладке дополнительно появятся заполненные эти моменты, связанные с контрольным временем. И здесь же мы указываем, что у нас означает дата отгрузки в заказе. Есть, опять же, несколько вариантов. Это может быть просто дата, то есть, возможно, отгрузка в течение всего дня, может быть, дата и время выбытия транспортного средства со склада, либо дата и время прибытия транспортного средства под подгрузку. Исходя из вот этого параметра, у нас тоже будет рассчитываться контрольное время. Так, далее мы можем настроить на этой же вкладке автоматическое планирование. То есть это автоматическое планирование заказов и автоматическая передача их в отбор. Опять же, мы можем настроить это здесь, можем создать соответствующее сплоское событие, которое будет это сделать потом отдельно. Вариантов несколько. Следующая вкладка, тринадцатая, она предназначена, собственно, для более детальной настройки стадии отгрузки. Стадия отгрузки, по аналогии со стадией приемки, содержит набор блоков, каждый из которых отвечает некому технологическому процессу. То есть базовый процесс представляет на себя просто отбор товара, перемещение в зону контроля или готового заказа. После этого мы уже можем списывать товар в состав, производить отгрузку. Также есть дополнительный набор действий, который осуществляется. Это контроль упаковки, перемещение в зону готового заказа после этого, дополнительный контроль на воротах, перемещение на воротах и так далее. Мы оставим сейчас базовый процесс. То есть после того, как у нас создается задача на отбор, отбор выполняется и товар готов к обрезке. Здесь указывается зона отобранных заказов для целых контейнеров, зона отобранных заказов для среднего и крупного товара и зона отобранных заказов для метров товара. По умолчанию заполняется упаковка. Можем выбрать ее, например, как отгрузку. Таких дополнительных действий у нас не будет осуществляться. Далее можно выбрать тип грузового места по умолчанию. То есть, хотя из вот этого выборного типа, мы сможем расчетно определять количество грузовых мест при записи заказа. Вариант консолидации по контрагенту, по адресу наставки или по рейсу. Здесь мы выбираем правила группировки. Волны, группы отбора, в рейсы. И так правил передачи по отбору также. Вот у нас по умолчанию здесь заполнено правило передачи на заказы. Это то правило, которое мы на предыдущем шаге настраивали. Далее настраиваем правила отбора. Не перемещать в серый контейнер. То есть, они резервируются на своих местах. Правила укладки. Далее мы можем включить или отключить отбор при отгрузке кроссдокингом. И включить необходимые запросы серийных номеров при отборе. Если таково у нас имеется. Ну, стадия отгрузки базовая, она, в принципе, достаточным образом заполнена. Поэтому перейдем дальше. На следующем шаге, 14-м, мы создадим рабочие потоки. Под рабочим потоком в нашей системе подразумевает совокупные задачи, которые объединены по какому-то общему признаку. То есть, это могут быть задачи по отбору товара, например, из какой-то определенной зоны. Это могут быть задачи по размещению товара в какую-то зону. Это могут быть задачи на сортировку, ну, на что угодно. То есть, в принципе, рабочий поток, он связан с некой технологической операцией, которая предопределена. И с некими правилами отбора, исходя из которого у нас в этот поток попадают задачи. На данном этапе мы просто выделяем те рабочие процессы, которые у нас в плане происходят. То есть, у нас будет использоваться предварительная приемка, у нас будет использоваться приемка. У нас будет использоваться перемещение, свободное перемещение, отбор, размещение, нагрузка и подпитка. Что касается перемещения полных контейнеров, по перемещению товара также выделим отбор, свободное перемещение, перемещение, кластерный отбор, подпитку. Возможность также установить остатки товаров с TSD. Здесь мы выбираем типы, которые касаются у нас задачной инвентаризации, инвентаризации контейнеров, свободная инвентаризация контейнеров, ну, допустим, контроль качества. Прочие процессы, они связаны с разными дополнительными операциями, то есть, например, операция производная, добавим 2-3 кодов, печать отоповочных листов с TSD, ну, вот ВГХ. Вот, собственно, на основании вот этих вот гадочек, связанных с складскими процессами, мы сейчас создадим набор рабочих потоков, которые будут с какими-то предопределенными правилами у нас уже созданы. То есть, если мы нажмем сюда, создать и настроить рабочие потоки, мы перейдем в списку рабочих потоков, которые заполнятся по выделенной технологической операции. Далее мы можем отредактировать каждый из них, то есть, например, создать несколько рабочих потоков, у нас есть размещение контейнеров, разделить нами за ним какой-нибудь ярус и так далее. Но это, опять же, некая заготовка, которую мы можем использовать как есть, а можем уже детализировать под наш конкретный склад, если посчитаем это. Далее по ссылке можем настроить правила выполнения операций. У нас, исходя из выделенных операций, создались правила по каждой операции своим. Мы при необходимости можем их каким-то образом модифицировать. Сейчас этот процесс рассматривать не будем, потому что, в принципе, он достаточно понятен. Переходим на следующий шаг. Сейчас я дам слово моему коллеге. Он, собственно, продолжит рассказ про первоначальное заполнение. Михаил, продолжайте. Коллеги, добрый день. Продолжим рассмотрение пунктов первоначального заполнения нашей системы с 15-го шага. На этом шаге мы указываем причины, по которым может блокироваться или отменяться задача в нашей системе и причины, собственно говоря, блокировки их. Здесь указана у сперечи доступных параметров, регвизитов. Эти можно параметры изменять и также указывать свои собственные причины блокировки, которые могут вам необходимы. Ну, например, на операции взять товар. По факту, если мы делаем перемещение, отбор и так далее, мы можем указать, например, нет остатка в ячейке. То есть, например, если у нас человек выполняет операцию отбора, подошел к ячейке, система говорит ему оттуда взять некую номенклатуру, но фактически ее там нет. В этом случае оператор на ТСД нажимает соответствующую клавишу действия в интерфейсе ТСД и указывает причину нет остатка. В дальнейшем на основании этой причины можно указывать, привязывать различные складские события, то есть говорить системе, что же сделать в дальнейшем с этой ячейкой, с этим товаром вне. То есть, либо списать, либо создать, например, задачу на инвентаризацию, и так далее, либо просто поставить проблему. Также по аналогии с операцией взять, на положить, также можем указать различные варианты реакции системы. Ну, например, если нам нужно положить какую-то ячейку, то система нам говорит к ней подойти, мы подходим по факту, видим то, что ячейка полностью занята, и места в ней больше доступного нет. В этом случае оператор на ТСД также через действия может, например, выбрать следующую реакцию системы, это ячейка занята, то есть тем самым указать проблему ячейки. В этом случае, опять же, мы можем различные методики дальнейших действий в системе предопределить, можем, например, перепланировать соседнюю доступную ячейку и так далее, в зависимости от дальнейших настроек системы. Также, ну, собственно говоря, по этому шагу все. Перейдем к следующему шагу. Шестнадцатый шаг – это у нас стратегии планирования. Здесь мы указываем то, как же будет у нас размещаться принятый товар на складе, ну и, в принципе, стратегия размещения товара на складе. Первым пунктом у нас идет стратегия по умолчанию, это некий предопределенный параметр, который мы с вами можем создать и в дальнейшем увеличивать их количество, создавать новые, изменять существующие и так далее, в зависимости от вашего усмотрения. Сейчас я нажал стратегию по умолчанию, создали, мы можем посмотреть ее настройки. Здесь мы с вами видим как раз на основании этой топологии, которая у нас была ранее создана, стратегии, собственно говоря, если это полный контейнер, то мы размещаем зону хранения, средний товар, то есть коробки, например, размещение зоны отбора среднего товара, мелкий товар, то есть штуки, размещение зоны отбора мелкого товара, либо в зону хранения, либо смешанный контейнер, по аналогии также размещения. Принцип работы стратегии размещения у нас настраивается на уровне условий и алгоритмов их выполнения, то есть, например, давайте с вами рассмотрим самый первый простой вариант, это условие полный контейнер, если мы зайдем в параметры, то мы с вами как раз увидим то, на основании чего система считает, что принимаемый и размещаемый контейнер полный, то есть в перечне условий мы указываем либо полный контейнер равно да, либо указываем тип грузообработки, номенклатура, палетный. В этом случае система будет понимать, что мы работаем сейчас как раз с вами непосредственно с целым пантейнером, то есть палетом. Далее система, если попадает в это условие, она переходит к работе по алгоритму размещения. Настраивается она следующим образом, здесь мы открываем интерфейс, видим с вами, что тип алгоритма, то есть размещение в зону, это более универсальный инструмент, есть различение в зону среднего товара, разрешение в зону отбора мелкого товара и так далее, размещение в ближний буфер. По факту далее у нас есть варианты размещения контейнеров, то есть только целиком, то есть целый палет будет попытаться размещаться целую ячейку, либо, например, мы можем раскладывать принятый палет по составу, то есть по номенклатуре, а не целый контейнер, например. И третий вариант – это размещение контейнера по составу остаток целиком, в этом случае система попробует сначала разложить товар непосредственно с палеты, то есть то, что она сможет разложить, она выполнит эту операцию, то, что останется и будет, допустим, недоступно, либо невозможно к размещению, она этот остаток оставит на палете, и этот палет автоматически поставит в свободную ячейку. Также есть перечень параметров, которые мы можем с вами устанавливать, такие, как размещать в той же номенклатуре, то есть в этом случае система, если поставить этот флаг, система будет пытаться разместить в той же номенклатуре в конечной зоне товар, также параметр размещать ближе к ячейке отбора, ну и, собственно говоря, последний параметр – это зона размещения, здесь мы можем с вами указать непосредственно те зоны, в которые мы будем размещать контейнеры с товаром, то есть здесь мы можем указать как перечень зон, так и, допустим, основную зону. Ну, давайте возьмем с вами основное хранение, ну, допустим, зона хранения. В этом случае при таких настройках система попытается взять наш целый палет, целый контейнер и целиком его поставить в доступную ячейку, которая находится у нас в зоне хранения. Если мы, допустим, с вами в зоне размещения добавим несколько зон, в этом случае система будет по иерархии смотреть по зону, в которой она сможет поставить номенклатуру товара, либо наши контейнеры. То есть достойка достаточно простая, по аналогии с полным контейнером осуществляется условие размещения среднего товара, мелкого и смешанного контейнера также. Далее вернемся к нашему заполнению. Следующий параметр – стратегия отбора товара на складе. Также мы можем указывать стандартную стратегию, то есть стратегию по умолчанию, либо можем создавать собственные и развивать их на различные подзадачи и подзоны и так далее. Допустим, давайте с вами создадим некую универсальную стратегию отбора. Принцип ее заполнения аналогичен стратегиями размещения. То есть здесь мы указываем из какой зоны, собственно говоря, какой товар мы можем избирать. Также мы здесь можем, ну здесь сейчас более, так скажем, обобщенная схема, да, мы можем разбивать на отбор целыми, допустим, палетами, далее отбор контейнерами, далее отбор штуками. Здесь в общем варианте, давайте с вами рассмотрим, например, отбор товара из приемки, кратность отбора целыми контейнерами и, допустим, только полными контейнерами. Если мы хотим с вами что-то изменить, мы также можем алгоритм этот отредактировать в любой момент, да, то есть, например, не из зоны приемки, а отбор из зоны хранения. Также мы указываем, какая кратность будет отбора целыми контейнерами, палетами, то есть коробками, либо мелким товаром. Также есть очень важная галочка «разбивать задачи кратной упаковки номенклатуры». В этом случае система обращает внимание на справочник упаковок в номенклатуре и на основании его разбивает задачи по этой кратности. Только полные контейнеры, понятно из названия. Далее мы можем указать, какую конечную зону мы отбираем товар. Здесь мы можем указать, как зону готовых заказов, зону упаковки, соответственно, любую зону конечную. В нашем случае с вами это будет зона упаковки. То есть, как это будет выглядеть на TSD. После того, как оператор отобрал некий товар либо контейнеры, у него на систему либо автоматически переходит в зависимости от настроек состояние положить, либо через меню действия положить. И в этом случае система подберет ему доступную ячейку в той зоне, которую мы с вами здесь указали. Соответственно, ему необходимо будет положить в эту рекомендуемую ячейку отобранный товар или контейнер с товаром. Также соответствующими настройками можно разрешать оператору выбирать ту или иную ячейку в этой зоне, либо запрещать. Все зависит уже от конкретной цели. Далее, по аналогии с стратегией размещения, мы могли ограничивать зоны размещения. В стратегиях отбора мы ограничиваем зоны отбора, в которых мы будем непосредственно товар, как система будет искать. Например, возьмем зону основное хранение, зона хранения. То есть указав вот эту зону, система будет искать товар только в этой зоне и в обложенности в эту зону. То есть она не будет смотреть ни на какие-либо другие зоны. Если мы здесь флаг убираем, в этом случае система будет искать товар на остаток всего склада. То есть по всем зонам, по всей вложенности. Давайте с вами оставим здесь основной отбор и зону хранения. Ну и по аналогии также мы с вами настраиваем все вот эти вот алгоритмы отбора, номенклатуры. Далее мы указываем с вами стратегии подпитки товара на складе. Также есть стратегии по умолчанию. Настраивается аналогично стратегиям размещения отбора с небольшими нюансами, которые я вам сейчас покажу. Стратегия также метатиповая. Любую стратегию можно изменить, создать собственную. Ну вот, например, если нам нужно подпитывать наш с вами визанин из зоны хранения. Мы с вами выбираем следующий параметр подпитка из зоны отбора хранения. Также переходим в настройку алгоритмов подпитки и, собственно говоря, мы с вами видим алгоритмы существующие. Если есть необходимость, можно создавать произвольный алгоритм, если по какой-то причине не подходят типовые. Но мы с вами на данный момент рассматриваем типовые решения, да, то есть перейдем к основным настройкам. Смотрим параметры подпитки. Здесь у нас указывается кратность отбора. Есть три кратности, так же, как в предыдущих настройках. Это целые контейнеры, палеты, коробки средний товар, либо мелкие товар-штуки. То есть непосредственно тот тип грузообработки, который мы хотим подпитывать. Выберем с вами средний товар. Далее перечень топов настроек, таких как планировать ячейку размещения, разбивать задачи кратно упаковкам деменклатуры и игнорировать настройку минимум в зоне. Но в основном нам с вами понадобится, наверное, разбивать задачи кратно упаковкам деменклатуры, чтобы системе нам не дробила коробки. Ну, игнорировать настройку минимум в зоне, параметр, который перебивает настройку в номенклатуре зоны отбора, там мы с вами как раз указываем минимум-максимум, доступные в конечной зоне, то есть, допустим, в зоне мезонина в нашем случае. А если мы здесь с вами установим вот этот флаг, система будет всегда подпитывать под максимум. Делать мы с вами это сейчас не будем, используем штатный алгоритм. Регламентное исполнение. Выполняем либо регламентную подпитку, то есть это общий регламент стандартный, который запускается в системе, либо мы можем указать собственное расписание, то есть указывать, например, в какой день, в какой момент времени мы должны запускать регламентную подпитку. Обычно это используется на стае, если, например, с утра идет плановое пополнение, то есть мы наполняем ячейки под максимум в зонах, а, например, у нас к вечеру, когда начинается отбор, у нас идет горячее пополнение, то есть пополнение под заказ. Если есть такая необходимость, то в расписании указывается время в секундах, когда будет отрабатывать повтор. Общая дата начала, дата окончания, повторяем, допустим, каждый день, каждые 600 секунд. То есть если мы с вами укажем это расписание, то, соответственно, данный алгоритм будет работать у нас отдельно. Можем эту галочку убрать и выполнять просто регламентную подпитку на основании стандартного регламента, который есть в системе. Далее следующий параметр, который отвечает непосредственно, откуда мы должны убрать и куда ему власть, это зона источники и зона получателя. Если мы не укажем, например, зону источник, в этом случае система будет искать на остатках всего склада товар, который необходим для подпитки. Но мы с вами этого делать не будем. Давайте добавим фактическую зону, в которую мы хотим искать. Например, это у нас будет основное хранение из отбора коробок и ограниченный список зон получателей. То есть непосредственно те зоны, которые мы будем подпитывать. Это у нас будет с вами мезонин, допустим, отбор штук первый этаж и отбор штук второй этаж. Все, настройки достаточно простые, выполняются без каких-либо затруднений. На этом мы с вами записываем эту стратегию, нажимаем записать и закрыть. Стратегия подпитки мезонина из основного хранения у нас с вами выполнена. Далее стратегии компрессии товара на складе и стратегии изменения статуса товара на складе, наверное, мы в нашем курсе сейчас рассматривать не будем. Стратегии компрессии нужны не на каждом складе, поэтому, если будет необходимость, в дальнейшем расскажем более о них подробно. Но изменение статуса товара на складе, если используется учет сроков годности, в этом случае, если товар просрочен, либо находится более какого-то времени на складе, то можно поменять качество, например, с кондицией, на оценку и так далее. То есть система это будет делать автоматически. Давайте перейдем к следующему шагу. Шаг номер 17. Модель учета номенклатуры. То есть у нас основополагающим параметром в системе для каждой номенклатуры указывается модель учета. То есть модель учета объединяет в себе перечень разрезов параметров для размещения, для отбора и для подпитки по факту прихода товара на склад, ну и дальнейшей сумме этого товара у нас на складе. Здесь мы указываем разрезы учетами, которые на складе. Есть товар, для того нужно учитывать партию. Если необходимо, то соответствующим флагом мы это указываем. Есть товар, для которого необходим учет серийные номера, акцизные номера. У нас с вами идет партионный учет. Мы его и выберем. Также у нас есть учет сроков годности. В этом случае также выбираем необходимый товар в учет сроков годности. Так, модель учета номенклатуры, использующейся на складе, оставим без дополнительных разрезов учета. То есть у нас будет некая общая модель учета для всех товаров и учет также по срокам годности. Также используются классификаторы ABC XYZ классификаторы. Ну, в принципе, я думаю, отключать мы их не будем. Если это необходимо, можно установить соответствующий флаг, и здесь мы сможем установить период сбора анализов для ABC классификаторов в дальнейшем. Так, также у нас есть предопределенные статусы номенклатуры в системе. Это бой, брак, кондиция. Это параметры предопределенные, но если есть необходимость, можно создавать те, которые вам необходимы. Например, это уценка. Вот. И, например, можно указывать дополнительный признак пересчитывать. То есть если мы указываем по этому товару ставств уценка, система будет создавать задачу на пересчет. И также можем указывать дополнительные параметры, в каких рабочих потоках этот параметр отображать этот статус. Далее перейдем с вами к типу размера упаковок. Мы уже начинали с вами рассматривать в первой части нашего вебинара. То есть указываем, какой тип грузообработки, например, средний типу размера упаковок. Допустим, коробка 25. Указываются весогабаритные характеристики обязательно. На основании весогабаритных характеристик автоматически рассчитывается объем. Ну вот, собственно говоря. И можем также указывать порядок сортировки при укладке. Далее следующий параметр, который у нас есть в этой главе, это если мы хотим использовать комплекты, то есть собирать группу товаров из различных, да, у них единое целое, то мы можем поставить флаг, использовать комплекты номенклатуры. Также в следующий параметр есть неуникальные штрих-коды номенклатуры упаковок. Этим самым, например, если к нам у нас на слайде пришел либо хранится товар, у которого на коробке такой же штрих-код, как и на штуке, в этом случае система на TSD присканировали того или иного штрих-кода, предложат автоматически всплывающее окно и выбрать из списка тот товар, с которым по факту работает человек, либо та упаковка, с которой он сейчас работает. То есть в нашей системе реализована возможность работать с неуникальными штрих-кодами. Далее следующий шаг, восемнадцатый. Ресурсы и оборудование. То есть здесь мы можем указать непосредственно то, с помощью какой техники мы с вами работаем на складе. Здесь есть перечень предопределенных видов оборудования, но также можно создать и какие-то свои типы, которые у вас используются на складе. Ну, основные это ROCLA, погрузчик, штабелер, ну, допустим, рич-трак. Если у нас есть еще, допустим, какая-то тележка, можем нажать следующую ссылку «Создать тип оборудования», нажимаем «Создать», допустим, наименование тележки. То есть она также будет доступна в системе. Далее печатать эту ссылку на печать штрих-кодов, печать этикеток. Здесь мы можем выбрать, какое оборудование мы хотим напечатать штрих-код, да, для того, чтобы его оклеить. Ну и, собственно говоря, указав шаблон, указать количество этикеток и отмаркировать оборудование, которое в последующем, например, у нас будут складские сотрудники выбирать при работе на ТСД для того, чтобы привязываться к конкретному типу оборудования, с которым они работают. Далее, следующий шаг, девятнадцатый, это непосредственно наши складские сотрудники, то есть люди, которые работают с использованием терминала сбора данных. Сначала мы указываем роли, то есть предопределенные у нас роли – это старший кладовщик. Также мы можем эти роли изменять, в дальнейшем урезать, либо добавлять те или иные права, добавлять те или иные рабочие потоки, которые будут использоваться теми или иными сотрудниками на складе. Изначально старший кладовщик включает в себя все ранее созданные рабочие потоки, то есть это некий универсальный сотрудник, которому на ТСД будут доступны вот эти вот группы задач. Если нам нужно те или иные задачи на него убрать, мы просто нажимаем «одолить текущий элемент», тем самым на ТСД эти вот рабочие потоки ему перестают быть доступны, то есть они ему даже не отображаются. Ну и, соответственно, если мы хотим с вами создать нового складского сотрудника, например, оператора приемки, здесь мы можем добавить соответствующие и необходимые только ему рабочие потоки, например, приемка товара, перемещение товара, ну, может быть, размещение, ну, допустим, приемка товара, вот ВГХ и вот шиканная мемплатура. То есть никаких лишних задач, никаких лишних рабочих потоков, которые бы отвлекали человека, либо давали им возможности ошибиться, нет. Все, только три рабочих потока, и они у него доступны на ТСД. Далее указываем группу сотрудников, если это необходимо, да, которые могут работать на ТСД. Также есть предопределенная группа, например, группа старших кладовщиков, но мы можем также изменять их, создавать новые, передактировать и так далее, в зависимости от вашего желания. То есть также указываем признак выбирать, либо не выбирать складское оборудование, которое мы с вами создали на предыдущем шаге. Кстати, хочу заметить, то, что если тип оборудования не заполнен, то на ТСД оператор может просто этот шаг пропустить, нажать им Enter, и в этом случае у него складская группа будет старший кладовщик. Также он может предопределенное какое-то тип оборудования выбрать, например, реч-трак, и в этом случае при выборе оборудования реч-трак ему будет доступна складская роль, например, оператор приемки. Так, далее, следующие у нас есть возможности ограничения настройки, это запрещено выбирать рабочий поток, да или нет, но в нашем случае это не нужно, у нас всегда разрешено, и некие настройки оповещения, то есть надо оповещать о наличии доступных задач рабочих потоков, соответственно, терминал будет издавать соответствующий звук, который будет говорить пользователю о том, что у него появилась та или иная задача для выполнения для работы. Далее, следующий параметр — это сотрудники склада. Здесь мы можем непосредственно создавать наших складских сотрудников, то есть добавлять пользователей, которые работают на терминале сбора данных. Здесь мы указываем их фамилию и отчество, группу, в которой они состоят, если необходимы графики работ, и основной параметр здесь — логин, при помощи которого они будут регистрироваться, и, собственно говоря, пароль. Ну и наименование, допустим, давайте Иванов, логин также, латинскими буквами, или некий пароль. Также мы отсюда можем непосредственно с вами распечатать бейджик для этого пользователя. Он будет выглядеть приблизительно таким образом, то есть первое — это логин для регистрации, второй — это пароль. Ну и распечатать соответствующие штрих-коды. Записать, закрыть. Ну и также по аналогии мы создаем перечень всех наших складских сотрудников. Вот, если нам нужна другая группа, не старшие кладовщики, а, например, приемщики и так далее, то мы также можем здесь создавать в соответствующем справочнике и раскидывать пользователей по принадлежности к тем или иным складским задачам. Распечатать бейджики сотрудников склада мы с вами смотрели из предыдущего меню. Можно при создании сотрудников, либо можно непосредственно по этой ссылке, которая приведена ниже. Печать штрих-кодов стольких сотрудников. Следующий параметр — настроить расчеты выработки сотрудников. Здесь мы указываем период расчета. Стандартный период расчета стоит две недели, на основании которого система рассчитывает нормы выполнения тех или иных складских операций. Далее дополнительные параметры вынесены — это всегда выбирать смену при авторизации на ТСД. Если у вас работают со сменами, то этот параметр необходимо выбирать. Автоматически фиксировать уход сотрудника, использовать дополнительные операции доп.выработка. Этот параметр рассмотрю более подробно. Если у вас используется, например, 3PL, то в этом случае, например, мы можем сюда по факту выполнения той или иной задачи в рабочем потоке пользователя будет выбирать дополнительные некие операции, которые он выполнил. То есть, например, если у нас оператор делает приемку, он принял некий контейнер, потом по факту завершения этой операции система ему автоматически откроет окно, в котором нужно будет указать, например, вариации покоробочная приемка, ополечивание, предоставление поддона и так далее. То есть всякие доп. операции, которые он выполнял по факту приемки. Перечень этих операций можно создавать какой угодно самим в соответствующих настройках системы. Есть предопределенные и есть настраиваемые. Все зависит от вашего желания. Более подробно мы на них сейчас останавливаться не будем. Это, скорее всего, будет отдельная тема для вебинара. То есть сейчас просто в общем-то, скажем. Следующий параметр использовать бригадное исполнение задач. Здесь у нас используются бригады. Соответственно, в этом случае на ТСД можно будет также выбирать бригаду и добавлять сотрудников в исполнение задач. Далее. Следующий шаг. Двадцатый. Управление двором. Если мы хотим использовать эту подсистему, соответственно, мы ее включаем. Здесь мы указываем основные основополагающие параметры для управления территорией, управления двором. Основные настройки. Это необходимо выписывать пропуск ТС, выезжающий на территорию склада. В этом случае, если мы поставим весь эту галку, система будет запрашивать, выписывать пропуска. То есть необходимо будет заполнить соответствующие параметры, соответствующие справочники, такие как водитель, как транспортные средства, то есть те автомобили, которые к нам приходят на территорию и так далее. То есть здесь мы сейчас на этом вебинаре рассмотрим в общем этот параметр управления двором, этот подсистему, а на следующих более подробно на нем остановимся. Следующий параметр, который мы здесь с вами видим, это настройки разгрузки и подгрузки транспортных средств, минимальное время, которое сможет машина проводить на воротах и, допустим, заниматься разгрузкой и на подгрузке аналогично. Далее значение даты отгрузки, значение даты поступления, то есть здесь указываются временные интервалы, временные реквизиты, которые отвечают за время прибытия и время поступления автомобилей. Далее автоматическое формирование заданий транспортным средством. В этом случае, например, если у нас освободились те или иные вороты, к нам пришла машина на разгрузку, в этом случае мы можем создать задание транспортному средству, чтобы оно подъехало конкретным воротам, то есть не каким попало или никакие укажет менеджер склада или завприемкой, а система сама спланирует доступные ворота, которые можно этот автомобиль поставить. Далее следующий параметр для автоматического создания ТС по факту записи документа должен быть установлен соответствующий флаг. Формирование задания транспортного средства при записи рейсов, то есть это уже внутренние операции, при котором будут создаваться задачи для автомобилей. То есть, например, если у нас записался рейс, если у нас записалась ожидаемая приемка, то есть некое поступление на склад и так далее, не спрашивать ворота, если есть ли свободные и спланированные, и автоматически отправлять транспортное средство в поздравление работы. Здесь настройки очень сжатые в виде представлены, они достаточно не структурированы, но в принципе, если захочется, в следующем вебинаре мы рассмотрим более подробно каждую из них. Следующий шаг, 21, это обмен данными. Здесь настраивается непосредственно интеграция, то есть стандартный здесь вариант стоит настройки по обмену данными через XML. Это один из вариантов обмена. У нас реализовано много вариантов обмена. Самый перспективный обмен это через шину данных. Также есть вариант обмена по веб-сервисам, как здесь файловый обмен и так далее. То есть различные варианты обмена, они реализованы в нашей системе. Здесь самый простой. Ну и указываем, собственно говоря, до параметра инициализации справочников, синхронизации справочников по уникальному идентификатору, выгружать приемки по контейнерам, то есть здесь посредством указываем те или иные параметры, которые у нас были задействованы в обмене. Далее, если нам необходима конвертация, собственно говоря, здесь мы можем с вами создать правила конвертации, то есть используя план отгрузки и план приемки. Второй вариант – использовать обмен по веб-сервису. И здесь мы можем указать определенные узлы обмена, да, и указать непосредственно то, что какой-нибудь тип узла, адрес, пользователь, пароль. Ну, здесь тоже, наверное, будет отдельным вебинаром. Это настройка планов обмена. Более подробно рассмотрим с вами каждый из параметров обмена и как он настраивается. Следующий шаг заключительный, двадцать второй – это общие настройки. Ну, давайте с вами более подробно рассмотрим. Технологии используемые на складе, есть ли у нас бумажные технологии или нет, включается соответствующим флагом. Используется радиотерминал сбора данных. Если используется, то можно, допустим, заставить терминал работать в режиме разрыва клавиатуры. Вот. Но мы не рекомендуем. Лучше использовать стандартный драйвер, который у нас реализован в системе. Далее константы, общие настройки системы. Если мы что-то забыли донастроить, либо что-то хочется изменить, здесь ссылка на основные настройки системы. Тут мы можем отредактировать, что-то добавить, изменить те или иные параметры работы. Ну, например, приемка. Мы с вами указывали, по-моему, на одиннадцатом шаге приемка сверхожидаемого просроченного товара. Здесь эти параметры, собственно говоря, можно изменить, откорректировать, отредактировать и так далее. Также здесь есть различные доп. реквизиты, которые тоже можно заменять в зависимости от необходимости. Включение и перестроение агрегатов – это при установке системы и после ее запуска. Мы рекомендуем нажать на кнопочку вот эту вот, перенастроить. Выключение и перестроение агрегатов для регистрации контроля. То есть этот параметр рекомендуемый. После установки системы необходимо нажать на соответствующую кнопочку для того, чтобы система автоматически перенастроила и заполнила агрегаты. Следующий параметр – настройка автоматического расчета стоимости услуг. Опять же, если у нас используют с вами 3PL, да, биллинг в этом случае, мы здесь можем указать дополнительные периоды расчета услуг, указать конкретные какие-либо об услуге ответственного хранения, если это необходимо. Но, опять же, это, наверное, больше относится к настройке отдельному вебинару, связанному с настройкой биллинга и 3PL. Ну, здесь в общих словах давайте рассмотрим. Например, мы используем автоматический расчет услуг, указываем период расчета, есть различные варианты, стандартный день, неделя, месяц, допустим, за месяц. И здесь мы указываем услуги ответственного хранения, то есть мы указываем тарифные сетки, указываем непосредственно те или иные услуги, которые необходимо выполнять, то есть, например, хранение в поле, приемка, отгрузка и так далее. Все эти параметры здесь можно указать, после чего система будет рассчитывать нам непосредственно услуги ответственного хранения. Также создаются и настраиваются тарифные сетки, здесь мы указываем за какая граница, то есть, допустим, от нуля до бесконечности и тариф, который будет этому соответствовать. То есть, например, хранение палеты до 10 палет стоит 5 рублей, хранение от 50 до 1000 палет будет стоить 2 рубля и так далее. Все эти параметры здесь можно указывать в табличной части, ну, допустим, за единицу, например, мы можем нижние границы 0, то есть, от нуля до 10 палет. Пускай будет с нами тариф 5. Также от, допустим, начиная с 11 палеты до 999, у нас, например, тариф 2 рубля. Ну и, соответственно, в зависимости от этих настроек система нам будет рассчитывать стоимость услуг, которые мы предоставляем для того или иного поклаждателя. Следующий параметр – регламентные иконовые задания. Мы их с вами чуть-чуть уже затронули. Здесь отображены те параметры, которые запускают автоматически, те задания, которые автоматически запускают различные действия в системе, ну, например, расчет статуса. То есть, например, если у нас мы приняли документ приемки, у него статус поменяется только после того, как отработает фоновое задание и регламентный расчет статуса. Эти задания работают, естественно, в фоне. Здесь мы можем либо редактировать, либо изменять расписание. Изначально установлены стандартные настройки, то есть, ну, например, расчет статуса у нас шляется каждый день, каждую минуту. Если хочется, чтобы это происходило, например, чаще, то можем поменять этот параметр в 60, на 30, 20 и так далее, как в большую, так и в меньшую сторону. Также то, что мы с вами уже затрагивали, например, есть плановая подпитка. Тут также указывается время, в течение которого система будет запускать и смотреть задачи, потребности на подпитку и так далее. Перечень фоновых заданий достаточно большой, на каждом из них мы останавливаться в данном случае не будем, но, чтобы было понимание, период выполнения фоновых задач указывается в данном реквизите. Следующая параметра, настройка параметра подображения в 3D. В том случае, если у вас используется 3D-склад, здесь мы можем произвести настройки склада, то есть какие проезды, можем запретить либо разрешить отображение того или иного проезда ячейки на плане 3D-склада. Также можем изменить цвет отображения ячейки, например, если у нас ячейка, в которую должен прийти товар, она будет подсвечиваться, например, зеленым, да, ячейки с планом расхода, то есть та ячейка, из которой должен будет уйти товар, она будет подсвечиваться, например, красным и так далее. Цвет заблокированный ячейки, то есть весь визуальный интерфейс, который вы непосредственно увидите в схеме самого 3D-склада. Ну, собственно говоря, наверное, на этом первоначальное заполнение и основные настройки у нас заканчиваются. Всем спасибо за внимание. На этом сегодня наш вебинар закончен.